Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Баскетбольный клуб Самара в межсезонье не сидел сложа руки, обновил состав игроков. Какие цели и задачи стоят сейчас перед флагманом мужского самарского баскетбола, мастеру спорта расскажет президент клуба Самара Камопа Гасян. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и начнем с самой главной, наверное, сенсации, о чем я сейчас сказал. Команда обновилась. Расскажите поподробнее, кто пришел в команду. Ну, мне приятно сообщить, что вот если наши болельщики, давно следящие за нашим клубом, они прекрасно видят, что у нас из года в год мы акцент делаем все-таки на наших игроков. И вот в этом году нам удалось вернуть как бы в стан родного клуба своих топовых игроков. Первым, с кем мы подписали контракт, это Алексей Зазолин. Все его хорошо знают по выступлениям и в «Зените» питерском, в «ЦСКА», «Локомотив». Последний сезон он доигрывал в октябре в Лиге ВТБ. И когда появилась такая возможность, мы с ним встречались, пообсуждали. Я видел, что у него очень большое желание помочь своему родному клубу, где он делал первые шаги, помочь выйти на более высокий уровень. Вот, это один из топовых наших игроков. Потом у нас был очень приятный разговор с Сергеем Топоровым, помните вот такого. Он начинал сначала у нас, потом он один год играл в Лиге ВТБ за «Красные крылья». Вот, потом он один год пропустил. И мы его рассматривали, в принципе, как привлечь его в клуб в качестве тренера. Но пообщавшись с ним вместе, мы поняли, что у парня еще есть желание помочь клубу в качестве игрока. Тем более, этот год дал возможность ему залечить все свои болячки. И мы заключили с ним контракт на один сезон, после которого он, играя этот сезон, еще будет присматриваться, смотреть на себя на роли в будущем тренера. Так что Топоров следующий наш топовый игрок. Потом буквально недавно мы заключили контракт с игроком, который тренировался в клубе на протяжении 7-8 лет. Это Дима Головин. Он играл и в Нижнем Новгороде. Последний год он играл в питерском «Зените». Это игрок, который имеет очень большой опыт. Нам как раз такие игроки нужны в позиции защитников. Вот мы с ним заключили контракт буквально несколько дней назад. И сейчас могу смело сказать, плюс мы смогли вернуть на родную землю Числова, который долгое время играл в Химках. И вот если посмотреть, то практически состав суперлиги нашей, где-то примерно на 80%, состоит из местных игроков. Нельзя не сказать и о других приобретениях. Мы пригласили Корчагина, очень опытный, разыгрывающий. Мы пригласили Иванова, мы пригласили Фидия. Фидия хорошо знают наши болельщики по выступлениям в лиге ВТП за красные крылья. Потом он играл в других клубах, но большого игрового времени не получал. Парень молодой, перспективный. Он с удовольствием принял наше приглашение. Я думаю, что и с его приходом и он будет прибавлять, и клубу будет помогать. Вот так что состав у нас сейчас... То есть игроки, они забивающие или, как вы сказали, более опытные? Мы будем играть от обороны. Это игроки, которые будут решать задачу. Безусловно, это касается и Алексея Зазорина, который будет играть в позиции атакующего защитника и легкого форварда. Головин надежный в защите и умеющий хорошо организовать атаку команды. Фидий хороший под кольцом. В позиции третьего-четвертого номера он будет очень полезным. Иванов хороший в позиции пятого номера, но Иванов не так много получал игрового времени. Я думаю, что такая возможность у нас будет. Так что у нас сейчас состав такой сбалансированный. И я думаю, что наших болельщиков ожидают очень интересный матч в этом сезоне. Скамейка, как говорят тренеры, длинная в этом сезоне у нас. Будут кем заменить, если что? Безусловно. У нас есть еще очень хорошая перспективная молодежь. Это и Чеваренков, наш защитник, который очень удачно сыграл в плиофе минувшего сезона. Это и Минченко, который в июне месяце стал гражданином России и получил самарскую прописку. Это и Абдулбасиров, это центровой. Это и Чиликин с Оленевым, это наши воспитанники. Я думаю, что с приходом таких вот опытных игроков у нашей молодежи появится возможность получить опыт на более высоком уровне. На что еще хочу обратить внимание наших болельщиков. Комплектование команды вот в этом сезоне, к новому сезону, уже говорит о том, что нас стали уважать. Вот сейчас две контрольные игры мы сыграем с Ониксом, который играет в Лиге ВТБ, и будет участвовать в Евролиге. Потом у нас в сентябре имеются две контрольные игры с Нижним Новгородом, который тоже играет в Лиге ВТБ. Но вот обратите внимание, то есть подготовка сезона идет с сильнейшими командами Лиги ВТБ. Это отрадно. Вот нам тоже нужно расти, поэтому мы в этом сезоне приложим все усилия и постараемся занять место в тройке. Я не говорю о третьем. Я думаю, что с этим составом мы можем даже биться за место выше, чем третье. И чем больше будет побед, тем больше будет радость у наших болельщиков. И очень хотелось бы, чтобы их количество с каждой игрой только увеличивалось. В плей-офф, наверное, тоже задача серьезная. Ну, я имею в виду, когда я говорил не ниже третьего, я имею в виду уже по итогам уже участие в плей-офф. И, естественно, и Кубка России. Поэтому у нас везде в контрактах у наших игроков премиальные стоят, начиная с третьего места. Поэтому это хороший стимул. Вот если уж мы огорчимся, то мы можем огорчиться только за третье место. Но мы максималисты будем биться за более высокие места. А когда начало сезона и формат соревнований, расскажите. Ну, уже предварительный календарь у нас на руках есть. Мы его сейчас отрабатываем. Начало сезона это где-то 6 октября. Формат чемпионата будет примерно такой же, как в прошлом году. Единственная добавилась команда из Армении. Это команда Урарту. Вот это 13-я команда. Играем в два круга. По итогам тех двух кругов восьмерка играет в плей-офф. Вот, в принципе, ничего не поменялось. Но я знаю, что и другие команды, которые будут биться за более высокие места, тоже укомплектовались. Да, хотел, кстати, задать вопрос. Поэтому, несмотря на то, что комплектование нашего клуба и главной команды прошло успешно, никто не ожидает, что будут легкие игры, потому что на нас будут настраиваться буквально все. И потом надо этой команде еще себя зарекомендовать именами, но надо показывать игру должного уровня, надо биться в каждой игре, потому что никто нам просто так эти игры выиграть не даст. Поэтому будем стараться. Будем стараться радовать наших болельщиков, будем биться и выполнять поставленные на сезон задачи. Мы в феврале месяце сформировали подписительский совет. Туда вошли очень известные, уважаемые люди. Возглавил этот подписительский совет по поручению губернатора Дмитрия Евгеньевича Овчинникова, наш вице-губернатор. Нас в составе совета было 10 человек. И вот буквально в июле месяце добавились еще два очень важных, две важные организации. Это банк председателя правления Николай Меркулов и директор строительной компании Сергей Ринюк. Так что надеюсь, что стабильное финансирование клуба повлияет на динамику дальнейшего развития всей нашей баскетбольной структуры. Вот также хочется поблагодарить и всех тех партнеров, которые все эти годы нам помогают. И на сегодняшний день это можно сказать с уверенностью, потому что экономическая ситуация в стране не такая уж и благоприятная. Но на сегодняшний день баскетбольный клуб Самара не имеет никаких задолженностей ни перед игроками, ни перед агентами, ни перед Федерацией баскетбола. Я думаю, что это большой плюс, который дает возможность нам с оптимизма смотреть на ближайшее будущее и выполнять поставленные задачи. Сезон от сезона Лига становится, так скажем, все сильнее и все интереснее. С чем это связано? Как вы могли бы объяснить? Я думаю, что мы рано или поздно придем к тому, что все-таки мы должны готовить достойный собственный резерв. И команды комплектовать таким образом, чтобы Костяк, не только наши команды, но и всех команд суперлиги, составляли местные игроки. А две-три позиции можно всегда укрепить либо иностранцами, либо иногородними игроками. Но российский баскетбол мы не поднимем, если мы не сделаем жидчайшую конкуренцию на уровне детского, юношеского и молодежного баскетбола. Вот когда мы этого добьемся, и динамика этого уже началась, и я считаю, что избрание Кириленко еще на один срок, эту динамику будет развивать дальше. Я с ним неоднократно уже на эту тему разговариваю. Он прекрасно понимает, на какой стадии мы находимся. Надо из нее выбираться. И чтобы мы больше не допускали таких ситуаций, чтобы на чемпионатах мира, олимпийских играх, наша страна не была представлена на главном турнире. Поэтому вместе мы должны вот эти проблемы все преодолеть и поднять баскетбол, чтобы он занял достойное место в профессиональном спорте нашей страны. Это был баскетбол на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках в городе АЭС. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok